История, о которой пойдет речь в этом видео, могла бы быть довольно банальной. Необычно в ней лишь то, что в такого рода делах очень редко можно будто остаться наедине с преступником, услышать ход его мыслей, понять, что им двигало. Это довольно жестокая история, особенно видео, найденные полицией. На самом деле, эта история и правда не для впечатлительных. Возможно, эта история на канале о наиболее мерзком человеке. Поэтому для вас это последний шанс остановиться. История начинается 2 июня 1985 года. В этот день в один из магазинов в Сан-Франциско вошли двое мужчин. Пару минут они выбирали товары. Затем работники магазина обратили внимание, что один из этих двоих попытался взять продающиеся тиски и выйти из магазина. Работники магазина попробовали поймать его, но тот начал убегать и ему удалось скрыться. Хозяин магазина позвонил в полицию. После этого к нему подошел второй из двоих мужчин и сказал, что это просто недоразумение, что он готов оплатить то, что украл его друг. Однако полиция уже была в пути. Работники магазина отсекли возможность сбежать для второго мужчины. В итоге наряд полиции прибыл через десяток минут. Полицейские осмотрели документы оставшегося в магазине мужчины, а именно права. По ним это был Робин Скотт Степли. Затем они вместе с задержанным подошли к его машине. Это была Хонда Прилют 1980 года. Осмотрев ее, в багажнике был найден пистолет с глушителем. В штате Калифорния такие вещи запрещены, поэтому мужчина был доставлен в участок. Там он обещал рассказать, откуда он взял оружие. Однако перед этим попросил листок бумаги и стакан воды. На бумаге он написал небольшой текст, а потом выпил воду. Спустя секунды он, внезапно для всех, рухнул на пол. Причиной этому было то, что незаметно для остальных, он проглотил таблетку с цианистым калием, которая была у него с собой. Мужчина был доставлен в больницу, где умер спустя 4 дня, так и не придя в сознание. Для полиции было очевидно, что причиной такого поведения явно были не обвинения в хранении оружия. Разумеется, этот мужчина скрывал гораздо больше тайн. Однако насколько же они должны были быть темными, что он выбрал смерть, хотя он имел шанс скрыть их. Что ж, для того, чтобы размотать клубок тайн, окружавший прошлое покончившего с собой, у полицейских было не так много исходных данных. Однако был один, возможно, ключевой момент в этой истории. Перед смертью мужчина всё-таки признался, что его настоящее имя не Роберт Степли, как было в правах, а Леонард Лейк. Притворяться Робертом Степли не имело смысла, ведь фото на правах имело мало сходства с реальной внешностью арестованного. Именно настоящее имя мужчины и стало началом этой жуткой истории. Теперь, зная имя, для полиции было несложно установить предполагаемое место жительства мужчины. Это была обычная квартира в Сан-Франциско. Однако, приехав туда, полиция узнала, что Лейк не жил там уже более трёх лет. Тогда полиция обратилась к его бывшей жене, женщине по имени Клэролин Балаш. Она, к слову говоря, была намного младше Лейка, но тем не менее они поженились в 1981 году. До брака они были знакомы 4 года, однако сам брак продлился только год, после чего женщина ушла от Леонарда Лейка. Как она говорила, они остались в дружеских отношениях, и Клэролин даже разрешила Лейку жить на удалённом ранчо, которое она получила от родителей. Её больше привлекали большие города, поэтому ранчо ей, по сути, было не нужно. Однако её бывшего мужа, Леонарда Лейка, очень заинтересовал этот удалённый участок земли. В итоге, он и поселился там, и именно ранчо было тем местом, куда направилась полиция. Это было удалённое место в лесу, площадью примерно в 100 соток. На этой площади находился дом. В первый же день полиция обнаружила внутри дома несколько женских вещей, кровь на матрасе и много оборудования для фото- и видеосъёмки. Тут стоит вспомнить те права и автомобиль, что были у Лейка. Права принадлежали Роберту Степли, а машина, как оказалось, мужчине по имени Пол Костнер. И Степли и Костнер были объявлены пропавшими несколько месяцев назад. Это вносило ещё больше тревоги в расследовании. В первый день полиция не смогла закончить осмотр дома, так как Клэролин Балаш потребовала ордер на обыск, которого не было у полиции в этот день. Пришлось ждать следующего дня, чтобы теперь уже с ордером продолжить обыск. На участке были обнаружены два автомобиля, которые принадлежали Роберту Скотту Степли, человеку, чьи права были у Леонардо Лейка при аресте. Особое внимание полицейских привлёк небольшой участок земли. Земля на нём была без растительности, рыхлая, будто недавно она была перекопана. Копнув на глубину полуметра, полицейские уже обнаружили что-то похожее на кости. Эксперты вскоре установили, что это действительно кости. Кости, принадлежавшие человеку. Продолжив раскопки, полиция нашла две бочки. Одна была довольно лёгкой, вторая же наоборот невероятно тяжёлой. Во второй бочке оказались человеческие кости. В первой же несколько удостоверений личности разных людей. Они принадлежали уже упомянутым Роберту Степли и Полу Костнеру, а также молодой паре Лони Бонду и Брэнди О'Коннор, которые также считались пропавшими. Причём пропали они вместе со своим годовалым ребёнком. Думаю, не составляет труда связать кости, найденные в одной из бочек, и документы во второй. Однако это ещё не всё. В бочках были найдены несколько видеозаписей. Это, наверное, невероятно редко для такого рода дел, но часть из этих видео есть в интернете. На одном из них Леонард Лейк рассказывает о своих желаниях. Видео весьма длинное, поэтому тут я вставлю только небольшой отрезок. Целиком оно будет доступно в конце ролика. Вомерное, нет ни реорганизации о том, что я хочу сказать, но я чувствую, что я хочу объяснить. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction of a building. The main emphasis of the building, the whole justification for its expense and its effort, will be a hidden portion of it, a secret room, if we can call it that, that will house a cell. This is the word that I've used in my discussions of this subject, a jail cell, if you will, and the purpose of that cell, and the main purpose of the building, will be the imprisonment of a young lady, who probably at this moment is unknown to me. Второе же видео, это именно то, что и шокировало полицию. You're going to let us know? Probably not. Why are you doing this? Because we hate you. Your baby is going to be taken away. Excuse me. I'm going to be taken away. You're not taking my baby. Her baby is sound asleep, like a rock. We don't like you. Would I like you to put it in writing? It's done. Just take it, whatever we tell you. If you go along with this, cooperate with us, we'll be as nice as we can to you, within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you in the bed, tie you down, break you, shoot you and bury you. Sorry, lady. Time's up. Thank you, Trice. It's not all that is available for watching, but I think you understand, that YouTube doesn't allow you to put more serious shots in the video. Единственное, что я могу сделать, это показать вам остальное в своем телеграм-канале. Так, на первой записи, девушка по имени Брэнда О'Коннор. Именно та, удостоверение которой было найдено в одной из бочек. Ее руки связаны, и Лейк говорит ей, что у нее есть выбор, либо стать их рабыней, либо они ее убьют. Конечно, девушку интересует, где ее ребенок, на что Лейк отвечает, что он теперь молчалив, как камень. Не сложно догадаться, что он подразумевает под этими словами. На втором видео девушка, личность которой полиции была неизвестна. Ей также предлагают стать рабыней Лейка и второго мужчины, того, о котором речь шла в начале видео, который украл тиски из магазина. Согласитесь, это довольно мерзко и жутко. Даже если на секундочку представить себя на месте этих девушек, то уже станет не по себе. Находиться в таком положении, когда тебе некуда бежать. Понимать, что никто не услышит твой крик, и по сути понимать, что твоя жизнь окончена, однако умирать ты будешь, очень медленно и мучительно. Судя по обстановке на видео, кадры были сняты не в доме на ранчо. Но тогда где? Долго ответа на этот вопрос ждать не пришлось. Продолжив обыск территории ранчо, было найдено что-то типа подземного бункера. Зайдя внутрь, первое впечатление складывалось, что это обычный сарай для инструментов. Внутри были молоток, болты, пила и тому подобное. Однако одна из стен была необычной. Это была не просто стена, а дверь. Открыв ее, полиция обнаружила комнату размерами примерно 3 на 1,5 метра. В комнате была деревянная платформа, видимо выполнявшая роль кровати. Ведро, выполнявшее роль туалета, а также туалетная бумага. На одной из стен было окно, такое, как мы часто видим в кино. С одной стороны оно выполняло роль зеркала, а с другой прозрачного стекла. Таким образом, по ту сторону стены можно было незаметно наблюдать за тем, что происходит внутри. В эту же минуту стало очевидно, что это не просто комната, а настоящая камера заключения. Также, внутри, на стене, был список из шести правил, вероятно для того, кто когда-то находился в этой камере. Я всегда должна быть готова обслужить хозяина. Я должна быть чистой. Я должна почистить зубы и должна быть аккуратной с вещами в камере. Я не должна ничего говорить, пока меня не спросят. Пока мы не в кровати, я не должна смотреть моему хозяину в глаза. В моем взгляде всегда должно быть видно подчинение. Я никогда не должна показывать свое неуважение. Я никогда не должна скрещивать свои руки или ноги. Я должна быть послушна во всем. Я всегда должна выполнять то, что говорит мне мой хозяин. Делать это немедленно и без вопросов. Я всегда должна вести себя тихо в моей камере. Я должна понимать, что любые проблемы, которые я доставлю хозяину, обернутся для меня болью или даже смертью. В дневнике Леонардо Лейка было множество отсылок к книге, по которой позже был снят фильм «Коллекционер». Это книга о парне, который коллекционировал бабочек до того момента, пока в его фантазиях бабочек не заменила девушка по имени Миранда. Исходя из того, что было в дневнике Лейка, эта книга, а позже и фильм, оказали на него очень серьезное влияние и, по сути, стали для него неким руководством к действию. На данном этапе полиция уже знала личность сообщника Лейка. Эту информацию она получила от бывшей жены Лейка. Это был Чарльз Читан НГ. Давайте чуть глубже копнем в их прошлое. Уроженец Сан-Франциско, Леонард Лейк, родился 20 июля 1946 года. Отец бросил его мать после рождения парня. Мать Лейка была, мягко говоря, не очень скромной женщиной. Она не стеснялась ходить голой при мальчике. Иногда спала с мужчинами за деньги, не видя в этом ничего зазорного. В целом, с юных лет парень привык к обнаженному женскому телу. Ведь непонятно для чего, но мать поощряла его желание фотографировать и подглядывать за голыми девушками. В основном, это была или она сама, или сестры Лейка. Когда парню было 13 лет, мать отдала его бабушке. С этого дня парень очень редко видел мать. В школьные годы Лейк вымогал сексуальные услуги у сестры в обмен на защиту в школе. Затем, после школы, Лейк присоединился к корпусу морской пехоты в 1966 году. Некоторое время он провел на войне во Вьетнаме. Потом прошел два года психиатрической терапии по поводу неуказанных психических проблем. На гражданку он вернулся в 1971 году. Лейк имел репутацию любителя оружия, охотника и озабоченного сексом человека. Его любимым кайфом были съемки сцен рабства, в которых участвовали его женщины-партнерши. Вскоре его первой жене надоели фантазии мужа, и они разошлись. Затем, в 1977 году, Лейк познакомился со своей второй женой, Кларалин Балаш. Четыре года они были в отношениях, прежде чем поженились в 1981 году. За год до этого, в 1980 году, Лейку было предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. Однако он легко отделался, одним годом условно. Со второй женой Лейк тоже прожил в браке недолго, потому что его фантазии требовали подчинения женщин. Однако это не принимало Кларалин. В итоге, они развелись, после чего Лейк переехал на ранчо бывшей жены. Сообщник Лейка, Чарльз Читан НГ, родился в Гонконге в 1961 году. Он был сыном богатых китайских родителей, однако парень вечно был проблемой для них. Основная проблема была в тяге к воровству парня. Причина в основном была не в деньгах, а вероятно парень болел клептоманией. В юности он был исключен сначала из школы в Гонконге, а затем и из престижной школы в Англии. Причины были в том, что он был пойман на многочисленных кражах. Затем парень украл у родителей столько денег, сколько смог и уехал в США. Там он купил поддельные документы и поступил на службу в армию. Однако и там его поймали на краже, а именно на попытке продажи оружия. Чарльз понял, что эта его слабость опять сулит ему беды, поэтому сбежал до суда. Это привело его к знакомству с Лейком. Тот, через объявления в газете, искал помощника для постройки бункера. Вероятно, Лейк не собирался раскрывать помощнику все свои планы, но позже, поняв, что их интересы схожи, все-таки стал делиться с парнем своими идеями. Вместе они начали получать оружие из незаконных источников и перепродавать его. В апреле 1982 года группа федеральных агентов совершила налет на их склад. Мужчины были арестованы. Им были предъявлены обвинения в нарушении правил обращения с оружием. Лейк вышел под залог в 6 тысяч долларов. Оказавшись на свободе, он, используя различные псевдонимы, скрылся. Чарльзунг, уже к этому моменту скрывавшемуся от правосудия, было отказано в залоге. В августе 1982 года он заключил сделку с военной прокуратурой. Он признал себя виновным в краже, в обмен на обещание отбыть не более трех лет из 14. В итоге, НГ был освобожден через полтора года. Выйдя из тюрьмы, он избежал депортации в Китай. Он вернулся в Калифорнию и опять объединился с Леонардом Лейком. К этому времени бункер Лейка уже был закончен, а сам Лейк уже совершил несколько убийств. Как итог, из найденных дневников, видео и фотоматериалов, а также найденных на ранчо костей, полиции удалось установить, что 22 мая 1983 года Лейк с целью ограбления убил 36-летнего Чарльза Гунара. Затем он похитил семью 29-летнего Харви Дабса, 33-летнюю Дебору Дабс и их годовалого ребенка. Это звучит невероятно жестоко, но на глазах у мужа Лейк насиловал его жену. Затем он убил Харви и, судя по тем видео, что нашли полицейские, как сказано в их протоколах, применил к Деборе настолько жестокие сексуальные пытки, что она умерла. Далее, уже вместе с Чарльзом Г, они, ради наживы, убили 33-летнего Рэнди Джонсона и 23-летнего Майкла Кэрролла. Затем, уже в 1985 году, они похитили ту девушку, что мы видели на видео. Ту, что полиция изначально не смогла идентифицировать. Ей оказалась 18-летняя Кэтлин Аллен. Позже, она также была убита. Следующими жертвами Лейка Инге стали Робин Скотт Степли, Лони Бонд, Лони Бонд-младший и Брэнда О'Коннор. Та девушка, что мы также видели на видео. Эти люди сняли домик на выходные, рядом с домом Лейка. Как несложно догадаться, они в итоге были похищены. Ну и последний, Пол Коснер, также был убит, вероятно, ради автомобиля, который он продавал. Именно ту Хонду, на которой Лейк был при аресте. Полиции даже удалось найти объявление о продаже этой Хонды в газете. Даже учитывая все вышесказанное, считается, что перечисленный список жертв далеко не полный. К этим людям стоит прибавить еще 14 человек, фото которых было найдено у Лейка. Часть из них, а именно шесть девушек, оказались живы. Вероятно, Лейк не удерживал их в бункере, и они фотографировались добровольно. Остальные же, также девушки в возрасте примерно от 12 до 30 лет, так и не были идентифицированы. Что ж, Леонард Лейк был мертв, оставалось найти Чарльз Занге. Это, возможно, нелепо звучит, но он вновь был пойман на краже, примерно через месяц, в Канаде, в Калгари. Важно еще раз отметить, что это уже было в другой стране, в Канаде. Тут ему могли только предъявить обвинение в незаконном ношении оружия, которое у него было с собой при аресте. В ходе судебного процесса он был осужден и получил в качестве наказания 4 года заключения. После отбытия наказания США потребовали выдать НГ на территорию штата Калифорния. Адвокаты Чарльза обратились в Верховный суд Канады с заявлением, что его выдача нарушает положение канадской хартии прав. В итоге, после двухлетнего международного спора, Верховный суд Канады вынес решение о выдаче Чарльза НГ, который был возвращен обратно в США в сентябре 1991 года. После экстрадиции НГ и его команда адвокатов начали манипулировать правовой системой для того, чтобы отложить начало судебного процесса. В 1990-е годы НГ подал несколько нелепых исков и жалоб против администрации тюрьмы на плохое питание, плохое обращение, на неудовлетворительную прочность выданных ему очков, многочисленные обыски в его камере и на запрет занятий оригами. Также НГ пять раз подавал ходатайство о переносе его судебного процесса на территорию округа Ориндж. Последнее из этих ходатайств было в конечном итоге удовлетворено в 1994 году. В итоге судебный процесс начался только в октябре 1998 года. В ходе суда вина НГ была полностью доказана, на основании чего он был признан виновным в совершении 12 убийств. 1 июля 1999 года он был приговорен к смертной казни, после чего был этапирован для исполнения приговора в камеру смертников. На тот момент судебный процесс над Чарльзом НГ стал самым дорогим в истории Калифорнии и обошелся в 14 миллионов долларов. На момент 2022 года 61-летний Чарльз НГ жив и продолжает дожидаться исполнения смертельного приговора. Он ожидает его почти 25 лет. Из того, о чем еще не было сказано, это та записка, которую Лейк написал в участке перед смертью. В ней он признавался в любви бывшей жене Клэролин, объяснял свое самоубийство фразой «Свобода лучше, чем что-то другое», а также просил прощения у матери. Во всей этой истории очень парадоксально то, что Леонард Лейк и Чарльз НГ, возможно, отобрали бы еще не одну жизнь, если бы не дурацкая тяга Чарльза к кражам. По сути, ценой жизни их потенциальных жертв стали 15 долларов, та сумма, которую стоили тиски, украденные в магазине. В конце, как и обещал, вставляю полную версию рассуждений Леонардо Лейка о жизни и женщинах, о его мотивах. Он хоть и жестоко, но довольно понятно все объясняет. Добрый вечер. Сегодня воскресенье, октябрь. 22 или 23 число. Примерно так. Очень скоро мой 38 день рождения. Я начинаю эту запись без сценария и без какого-либо плана от того, что я собираюсь сказать. Но я чувствую, что должен кое-что объяснить. Эта запись, которую вы сейчас слышите, будет главной. На различных этапах строительства здание, которое, я надеюсь, станет первым из серии подземных строений, здание будет для разных целей. Оно будет мастерской и кладовой для хранения. Множество ценностей и разных вещей, которые полезно иметь. Особенно нужных предметов для дома. Но главной целью здания, оправданием всех затрат и усилий на него, будет скрытая часть здания, тайная комната, если можно ее так назвать, в которой будет дом, клетка. Именно это слово я использую в своих рассуждениях на эту тему. Тюремная комната, если хотите. И основной целью этой камеры, этого здания будет заточение молодой девушки, которую сейчас, наверное, я не знаю. И ничего более. Ну, вообще, мне больше нечего сказать. Здание и даже камера будут многоцелевыми. Это очень непростое время. Войны, множество войн происходит. Поэтому наличие секретных подземных комнат, защищенных бетоном и сталью, погребенных под четырехфутовым слоем земли, это достаточно надежная инвестиция. Комнаты, здания и вся серия зданий будут спроектированы больше не как камеры заключения, а в концепции секретного, безопасного места проживания. Для меня и, возможно, для друзей. Но на этом, первом этапе, было бы ложью сказать, что это было не что иное, как пока только клетка. История эта может быть скучной. Потомки могут быть не очень заинтересованы этой записью и тем, что я хочу сказать. Если честно, то я не очень уверен, кому я хочу показать эту запись. И покажу ли я ее кому-нибудь вообще. но тем, кому интересно и тем, кому нужны мои оправдания, обоснования того, почему я хочу заключить в клетку и фактически поработить молодую женщину. Достаточно только посмотреть на меня. Я реалист. Мне 38 лет. немного пухлый. У меня не очень много волос. И я теряю то, что у меня есть. Меня не особо привлекают женщины. Или я должен сказать, что я не особо привлекаю женщин. И традиционных магнитов, денег, положения, власти у меня нет. И все же я по-прежнему очень нуждаюсь в сексе. И меня по-прежнему очень сильно привлекает определенный тип женщин, которые почти по определению не заинтересованы во мне. грязный старик-извращенец. Меня привлекают молодые девушки. Иногда даже в возрасте 12 лет. Хотя, если честно, от 18 до 22 практически идеальный диапазон, насколько я знаю. мне нравятся очень стройные женщины. Очень красивые, конечно. Миниатюрные, с маленькой грудью, с длинными волосами. И такая женщина в силу своего возраста, своей привлекательности или желанности для, безусловно, большинства человек просто имеет варианты. У нее нет никаких особых причин, по которым такая женщина должна быть заинтересована во мне. Но это еще не все. Мне трудно объяснить мою личность в 25 или менее словах. Но я на самом деле одиночка. Я наслаждаюсь покоем, одиночеством, тишиной. Мне нравится быть одному. И хотя мои прошлые отношения с женщинами были сексуально успешными, социальная жизнь почти всегда была неудачной. я прошел через два развода и бесчисленное множество женщин. 50, 55. Я забыл точное количество. Пытался посчитать недавно. Боюсь, итоговым утверждением будет то, что я просто сексистский разгильдяй. Мне нравится использовать женщин. И, конечно же, женщины не заинтересованы в том, чтобы их использовали. мне, конечно же, нравится секс. Нравится доминировать, забираясь на женщину использовать ее тело. Но меня не особо интересуют все те вещи, которые должен выполнять мужчина, чтобы удовлетворять потребности женщины. Теперь я могу симулировать эти вещи очень хорошо. И в прошлом я был очень привлекателен для очень интересных и красивых женщин просто потому, что я очень хорошо имитировал интерес к их нуждам и потребностям. так что на мгновение я получал то, что хотела, они думали, что получают то, что они хотят. Но в долгосрочной перспективе я не хочу этого. Все, что я хочу, это готовый сексуальный партнер. Я хочу иметь возможность использовать женщину когда и как захочу. И когда я устал, присытился, мне скучно или стало неинтересно, я просто хочу убрать ее, запереть в маленькой комнате, убрать с глаз моих долой из жизни вон. И таким образом избежать того, что до сих пор было обязанностью развлекать, забавлять или удовлетворять эмоциональные прихоти женщины или подруги. Эта схема, конечно, не только вопиюще-сексистской, но и в высшей степени незаконна, в этом нет никаких сомнений. Это нарушает все права человека и бла-бла-бла. Я сохраню свои представления о морали других людей. Я объясняю свою мораль, что я чувствую, что я хочу. И с этого момента я постараюсь получить это. Преимущества такой ситуации конечно очевидны. И даже помимо сексуальных преимуществ полностью упоробощенная женщина была бы полезна для рутинной работы, которую я должен делать, но которую я не хочу делать. Убирать дом, мыть посуду и так далее. рабыня. Нет смысла избегать этого слова. Прежде всего сексуальная рабыня не только. Я верю, что смогу построить камеру, место, куда я смогу поместить такую женщину и откуда я смогу уходить, не боясь, что она может сбежать. я смогу создать помещение, которое будет таким суровым и пустым, таким холодным, тихим, полностью удаленным от мира, что довольно быстро с помощью комбинации болезненных наказаний, если я недоволен, и небольших вознаграждений, таких как музыка, журналы или что-то такое, я смогу создать условия, это то, во что я верю, для того, чтобы девушка полностью слушалась меня и на самом деле даже с нетерпением ждала возможности подчиняться просто так, без всяких причин, поскольку такое поведение избавит ее от скуки. Смогу ли я сделать это или нет очевидно, что я никогда не делал этого раньше и это может не сработать. Однако, я хочу попробовать. Хочу попробовать. стоимость всего этого будет огромной. Речь идет о пяти тысячах долларов, тысячи долларов за фундамент, две тысячи долларов за кирпичи, сотни долларов за силовое оборудование для вскапывания земли. много-много затрат. Но все же я живу скучно. Задача этого проекта волнение, острое ощущение, если все получится. И даже захватывающий опыт, если нет. До тех пор, пока меня не поймают. это все очень заманчиво. Это то, о чем я фантазирую. Каждый день увидим. Я думаю, больше нечего сказать по этому поводу. Надеюсь, это станет историческим событием. С завтрашнего дня мы я начинаю расчищать землю. Я нанял человека с бензопилой, чтобы он приехал и спилил несколько деревьев. Завтра вечером приедет экскаватор. И я начну раскапывать землю. Будет интересно посмотреть, как далеко эта запись может зайти. в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!